Здравствуйте, дорогие болельщики. В первую очередь хотел стать футболистом, кем и стал, потому что с самого раннего детства, когда только появился у меня мяч, я всегда хотел с ним где-то провести время, и в то время у нас еще много ребят собиралось во дворах, мы постоянно с утра до ночи играли в футбол, ну так, не знаю, если так подумать, ну космонавтом точно не хотел бы быть, вот, ну, ну, хотел бы, может быть, быть каким-нибудь следователем, может, что-нибудь такое. Ну, очень интересная история была, то есть у меня есть старший брат, который старше меня на 5 лет, вот, и, ну, соответственно, я из города Люберцы, вот, не так много у нас там футбольной школы было, вот, была футбольная школа Таргмаш, называлась в то время, вот, и такой немножко случай произошел, мой брат пошел устраиваться, ну, как бы, на просмотр в эту школу, ну, и получилось так, что я, мама и брат пошли просто посмотреть, ну, как посмотреть, как тренируются там и так далее, мне еще было тогда очень мало лет, вот, и как раз таки набор происходил и в группу моего возраста, вот, и так получилось, что меня тоже пригласили, сказали, нет желания, если есть желания, давайте тоже попробуйте, вот, ну, в принципе, так я попал в футбол, то есть, начал уже заниматься, ну, не во дворе, а именно, вот, где-то в какой-то школе. На самом деле, очень тяжело все происходило в плане того, что постоянно были аренды, то есть, это постоянно смена команды, постоянно смена жизни, как бы, получается, ну, ну, я, в принципе, еще не завершил карьеру и не собираюсь, да, вот, надеюсь, все самые лучшие моменты впереди, вот, ну, в Спартаке хорошее время было, первый год, когда я попал в команду, был тренером Карпин, мы тогда боролись за чемпионство, нам не хватило немножко опыта, наверное, все-таки сейчас понимаю, что опыта не хватило стать чемпионами, вот, но второе место заняли, то есть, ну, хороший результат для нас был, ну, для меня лично, как для футболиста, который попал только в основном составе, всегда мечтал там играть, вот, ну, в Самаре тоже первое время было хорошее, всегда какие-то моменты, они связаны, наверное, с результатом, то, что было тяжело, то есть, в Спартаке мы боролись за чемпионство, в Самаре мы боролись практически всегда за выживание, ну, тяжелее, конечно, бороться за выживание, чем за чемпионство, вот, потому что это давит на тебя, то есть, ты находишься в таком моменте, ну, за чемпионство борешься, там, проиграл, ну, в следующем году, значит, надо выигрывать, да, за выживание борешься и понимаешь, что нет права на ошибку, вот, и с тебя требуют результат, то есть, нужно выигрывать, нужно не проигрывать, там, не пропускать, то есть, ну, такие моменты закалили меня, можно сказать, ну, и там, и там я провел прекрасное время, несмотря на то, что постоянно туда-сюда ездил, вот, может быть, сейчас я понимаю, что какой-то момент надо было остановиться, я на одном клубе, которым, ну, допустим, остаться в той же Самаре, да, не возвращаться, ну, получалось просто так, что я возвращаюсь из Самары уже, ну, там, набравшись уверенности, сил, там, прогресс у меня был, там, хороший, возвращался в Спартак и опять там сидел на замене, то есть, опять, получается, терял время свое, да, которое я мог себя там проявить в той же Самаре. Ну, какие-то моменты сейчас так вот анализирую, но я все-таки уверен, что впереди еще все, ну, у меня еще все впереди, вот, и дай бог, чтобы ребята, которые здесь тоже играют, тоже попали в Премьер-лигу и прогрессировали, вот, надеюсь, что получится все это сделать. Да, были травмы, но они были, слава богу, не такие прям серьезные, как ребята некоторые пережили, да, вот, но опять же эти все травмы, они происходят не вовремя, то есть тогда, когда ты на подъеме, тогда, когда ты готов, там, когда, там, начинается сезон, там, сборы прошел и перед, там, после первого тура получил травму. Ну, таких травм очень много, вот, но это часть нашей профессии, мы живые люди, так сказать, у нас оргазм тоже дает сбои, вот, где-то, может быть, и сам где-то не растянулся, где-то, там, не размялся правильно, как нужно, вот, но они были, но не было каких-то серьезных травм таких, чтобы, ну, максимум, может быть, два месяца, вот, у меня был надрыв боковой связки колена, опять же, за сборную, за молодежную ездил играть, на стыковые игры, все было настроено, все-все-все, и вот вышел на игру, с Польшей мы играли, и как раз-таки, вот, как раз заработал пенальти, и в этом моменте у меня надрыв был боковой, то есть, и следующую игру ответную, я смотрел с трибуны, то есть, тяжело такие моменты пережить, но, слава богу, все хорошо, я, как бы, не хотел бы об этом даже думать, как бы, надо, мне кажется, правильно просто восстанавливаться, правильно питаться, правильно, ну, жить, наверное, и тренироваться. Первый гол за премьер-лиги за московский «Спартак», еще такая серия была неудачная для нас, мы играли с ФК «Москва», к сожалению, этого клуба уже не существует, но мы не могли их выиграть долго, и вот в чемпионате мы их обыграли, 2-1, как раз-таки, я забил первый гол, для меня был этот момент действительно очень важный, и, ну, запоминающийся, самый запоминающийся, наверное. Ну, я скажу так, что каждый тренер, у него свое видение футбола, у него свои задачи, да, для футболистов, то есть, мы, как футболисты, должны подстраиваться под тренера, потому что для нас это человек, человек, который дает нам прогресс какой-то, да, учит нас, чем мы, каждый тренер чему-то учит, вот, ну, Сергей Григорьевич очень опытный тренер, который в свое время тренировал в премьер-лиге команды, и неплохо тренировал, хорошо, то есть, его подход в плане того, что он умеет общаться и с молодыми, и с нами так же общается, то есть, это очень важно, чтобы было общение, оно есть, как бы, ну, на самом деле, я думаю, что закончится вот эта сейчас ситуация, которая, негативный момент, и все будет хорошо, все будет нормально. В принципе, Роман Гурамыч позвонил, вот, проявил интерес, сказал, что очень хотел бы видеть меня у себя в команде, так же, как и тренер, очень хотел бы меня видеть, вот, в принципе, для меня это, на самом деле, сейчас очень важно, именно уйти туда, где ты нужен, где тебе будут доверять, где ты будешь востребован, вот, и всегда знал, что здесь есть футбол, здесь любят футбол болельщики, поэтому, ну, у меня даже, в принципе, какие-то сомнения не было, что нужно переходить, поэтому мы все обсудили, все обговорили, то есть, и меня все устроило. Ну, были варианты из премьер-лиги, но, опять же, эти варианты были неконкретные, без конкретики, то есть, какой-то, вот, и время шло, как бы, то есть, уже практически полтора месяца сидел без работы, без вот этого вот тренировок, да, там, с командой именно, и для меня, конечно, факел, в первую очередь, это команда, в которой я хочу играть, хочу приносить пользу команде, ну, а в дальнейшем хотелось бы, конечно, поднабраться уверенности, то есть, соответственно, с результатами положительными, вот, и, конечно, каждый футболист мечтает все равно играть, как можно выше, так сказать, премьер-лиги, то же самое, да, по России смотреть, поэтому, в первую очередь, я приехал сюда играть и приносить пользу команде, а свои какие-то амбиции, то есть, куда дальше, это уже нужно будет, наверное, по моей игре судить, наверное, и тогда думать, то есть, будет предложение, проблем нет, но, в первую очередь, конечно, хочется играть здесь и приносить именно здесь пользу команде. Тогда, когда меня пригласили, я, конечно, посмотрел состав, да, футбольного клуба «Факел» и увидел, там, Рома Воробьева, с которым я играл уже в Самаре, вот, опытный очень игрок, я думаю, он очень нам поможет и помогает в тренировочном процессе, там, молодым ребятам и так далее, вот, ну, и первым делом, когда я ехал сюда, честно говоря, позвонил, мы пообщались с ним, то есть, ну, так вот, чисто элементарно по футбольным каким-то вещам, по жизни, вот, вот, с ним играл, ну, и с ребятами молодыми, которые в «Спартаке» были, тоже Красильниченко, Лихачев Саня, Мастерной, вот, ну, в принципе, так вот, команду на половину, в принципе, знал. Как можно больше забить голов, конечно, да, но я, в принципе, не играл еще в ФНЛ, да, так вот, чтобы полноценный целый сезон, вот, ну, конечно, амбиции забить как можно больше голов, и, соответственно, не то, чтобы они просто были голы, а чтобы они приносили результат, в первую очередь, вот, да, знаю, что Игорь Лебеденко здесь в прошлом сезоне забил очень много голов, вот, поэтому здесь все для этого есть, просто нужно немножко время, наверное, чтобы адаптироваться, чтобы немножко сыграться с ребятами, и я думаю, что не я один буду забивать, а, в первую очередь, вся команда будет забивать, вот, и, ну, хочется как можно больше забить, конечно. Ну, первое впечатление здесь тяжелее играть намного, чем в пример лиге, вот, впечатление, но при этом, как бы, здесь больше возможности забить голы, потому что больше моментов за игру появляется, то есть, ну, нет, может быть, такой организации у команд, да, вот, то есть, ну, больше, больше шансов проявить себя, наверное, вот, но, опять же, здесь тяжелый футбол, и нужно пахать от и до. Премьер-лига – это Акинфеев, Ракицкий, и, я думаю, что Дзюба. Три игрока, которые опытные, повидали, поиграли, и, то есть, и до сих пор играет на высоком уровне, и, ну, действительно, очень сильные футболисты, и тогда, когда их нет, команда немножко по-другому тоже играет. Есть ли всего мира, ну, Месси, наверное, номер один, ну, это человек из космоса, наверное, какой-то, то есть, это невозможно, это невозможно, я считаю, что научиться, как-то там, сколько бы ты ни тренировал, это должно быть, то есть, ну, это отдельный случай какой-то, тот же Криштиан Роналдо, который, но там, я считаю, что очень много работы, то есть, там, именно через работу, через свой труд, вот, и, ну, Тириан Рин, назову хорошо, который играл раньше, просто мой самый любимый игрок, я в детстве очень часто наблюдал за ним, мне нравилась, как его игра. Честно говоря, очень много футболистов, которыми я играл приличного уровня, которые, ну, у которых я учился, да, но хотел бы отметить, наверное, Олекс, который был в Спартаке, это человек, ну, такой европейский бразилец, вот, мне удалось с ним и пожить, даже вместе, там, на сборах, то есть, ну, это профессионал с большой буквы, то есть, и то, что он делал на поле, ну, для меня, допустим, было каким-то, там, магическими вещами, да, то есть, как он видел людей, как, ну, то есть, с ним было очень легко играть, потому что открываясь какую-то, там, элементарную зону, там, он всегда тебя находил, то есть, там, ну, человек просто-напросто идеальный футболист, то есть, для его амплуа, вот, ну, его очень, очень я бы отметил, но очень много было тот же Эйден Магиди, который индивидуально был очень сильный, резкий, быстрый, то есть, ну, действительно, прям, вот, настолько вот резкого и быстрого футболиста я еще не встречал, и про него всегда на тренингах тяжело было играть, но, видите, как получилось немножко проблемы с головой, может быть, так можно выразиться, вот, на самом деле, очень, я думаю, что если бы он действительно был профессиональным, ко всему всегда, вот, и не было у него срывов таких, он немножко был такой, вот, заводной, вот, я думаю, много достиг бы так же футболиста. Да, ребята все стараются выделять неправильно, наверное, кого-то одного, все молодцы, как бы, я вижу на тренингах, что у всех есть желание, желание именно достичь какого-то максимума, сейчас стараться прогрессировать каждую тренировку, каждую игру, вот, и, ну, действительно, какого-то одного человека невозможно выделить, вот, не могу сказать, какого выделил, все молодцы, как бы, просто, я говорю, нужно время немножко сыграться, опыта поднабраться, то есть, здесь все-таки взрослый футбол, здесь нужно постоянно быть в тонусе, постоянно в борьбе, вот, и им нужно обрасти, наверное, мясо, вот. Ну, в Воронеже, опять же, повторю, любят футбол, люди ходят, и я понимаю, что им нужен результат, чем лучше мы будем играть, и, ну, в плане результата, и даже не то, что результата, а в плане действий на поле, то людей будет больше приходить, так же, как была встреча с болельщиками, люди высказали свое мнение, и нисколько, как бы, ну, то есть, очень-очень приятно было послушать людей, что, действительно, они переживают за команду, и им хочется даже не столько, может быть, какой-то результат видеть, а видеть красивую игру, на которую прийти, приятно посмотреть, провести время. Вот, по поводу команды, немножко хочется, наверное, чтобы потерпели болельщики, дали немножко нам время для того, чтобы мы сыгрались, потому что команда новая полностью, очень много молодых ребят, и, опять же, нужно время. Да, сейчас мы находимся на неудачном для нас таком положении, но все исправлять можно спокойно, я думаю, со временем мы сыграемся, и у нас будет результат. Ну, я думаю, что очень многие хотят, чтобы попался в «Спартак», потому что так же в городе очень много болельщиков из «Воронежа», за «Спартак» болеть, вот. Но есть чисто какие-то личные моменты, я с «Спартаком» хорошо расстался, то есть обоюдно, все нормально, у меня никаких к ним нет претензий, у них тоже, надеюсь, как бы, в принципе, поэтому. Да, интересно будет, потому что у нас много ребят из «Спартака», то есть какие-то, кому-то что-то доказывать тоже никто не собирается, просто сыграть с классной командой, ну, и постараться обыграть ее при родных трибунах, при болельщиках. Это тоже будет очень приятно, но на самом деле, как бы, кто бы ни приехал из «Премьер-лиги», это для каждого из нас шанс, может быть, да, и проявить себя, и показать, что у нас действительно хорошая команда. Вот, поэтому любую команду ждем, вот, и будем настраиваться только на победу. Ну, вы знаете, это вопрос не только болельщиков, там, волнует, да, это также в команде, мы об этом думаем, мы это понимаем, мы, там, на это обращаем внимание, что мы делаем не так, может быть, в играх какие-то моменты меняем, да, и из игры к игре стараемся прибавлять, ну, мне кажется, мое мнение, что мы немножко прибавляем к каждую игру, то есть, да, просто не хватает, может быть, какого-то элементарного фарта, да, ту же игру с Армавиром вспомнить, ну, атаковали мы, а забили нам, то есть, ну, это футбол, тут тоже нужно заслужить, вот, и какие-то акценты на себя я не хотел бы делать, да, в первую очередь, один никто ничего не сделает никогда в жизни, нужно быть командой и друг другу помогать на поле, то есть, какие-то моменты, которые мы можем изменить, мы это делаем изо дня в день, стараемся улучшать свою игру, командную игру, то есть, и, опять же, это очень важно, когда команда новая, когда команда вот собралась буквально, хотя прошло уже 10 туров, все равно ребята молодые, не все играли на таком уровне, да, не все были в такой стрессовой ситуации, но, тем не менее, у нас есть опытные футболисты, мы стараемся помогать, помогать, я надеюсь, что мы выберемся из этой ситуации достойно, и сделаем так, чтобы люди приходили на футбол, это, в первую очередь, мы играем для них, для нас футбол, это не какой-то момент, что-то там заработать или себя там как-то, для нас футбол, это вот люди, которые приходят за нас болеть, и поверьте мне, когда играешь при пустых трибунах, это, в этом ты не чувствуешь кайф, когда ты играешь, когда люди переживают, когда ты, каждая атака там, здесь это, на самом деле, очень так, прям, яро прям выделяется, потому что, когда мы атакуем, когда какой-то момент люди сразу там скакивают, что-то там охват, это действительно добавляет импульса на поле, то, что люди за тобой, люди за тебя переживают, вот, и, ну, дай бог, как бы, хотелось бы, конечно, результаты у нас не особо хорошие, хотелось бы, извиниться перед болельщиками, но сказать так, что мы действительно работаем над собой, над игрой команды, да, и улучшаем, и стараемся, чтобы этот, вот этот вот момент негативный, он закончился, и идти вперед, выше, и подниматься. Слушайте, я первый раз в такой ситуации, честно, и игра с Курском, для меня была настолько тяжелая, мне было тяжело психологически, мне было тяжело, вот, эмоционально, мне было тяжело физически, вот, ну, в принципе, не только мне одному, была очень тяжелая игра, потому что, опять же, эти перелеты, переезды, это ты тратишь свои силы, здоровье, без сна, тот же Владивосток, да, двое суток вообще не спали практически, вышли на игру, там, тяжелое поле, приехали в Белгород, там, летели, ну, то есть, все вот эти моменты, на них, ну, как, на них стоит обратить внимание, потому что это тяжело, действительно, это тяжело физически, это тяжело психологически, ты постоянно в каком-то движении, ты даже не понимаешь, где ты находишься, вот, и, ну, слава Богу, в Белгороде сыграли достойно, хорошо, и достигли результата, но с Курском, к сожалению, немножко не дожали, вот, но, было очень тяжело, честно, было очень тяжело, но надеюсь, что вот этот период для нас закончился, и мы сейчас, вот, с чистого листа, начнем, действительно, прибавлять, и активнее, может быть, играть даже где-то, ну, реально, реально активнее, и только это нам принесет результат. Партнеры по команде нет, но, в принципе, да, немножко похож, но внешне только, может быть, чисто носом, это, конечно, тоже, кстати, можно добавить, тот список игроков, которые очень, ну, на высоком уровне, такое продолжительное время, то есть, тоже фантастический игрок. Дорогие болельщики, приглашаю вас на игру 7 сентября, в 18.00, с футбольным клубом Енисей, центральным стадионом профсоюзов. Нам нужна очень ваша поддержка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!